Книголюбы и не только не проходите мимо. Центральная городская библиотека приглашает на День открытых дверей. 29 августа познакомиться с деятельностью учреждения культуры есть возможность у каждого. Библиотека к культурной программе подошла ответственно. Каждая библиотека сделала свою программу. Это встреча с интересными людьми. Наши читатели с удовольствием общаются и задают, я так понимаю, много вопросов. В детской библиотеке это тоже встреча с педагогами. Плюс к этому во всех библиотеках будут проходить мастер-классы по изготовлению всевозможных книжных закладок. Все, что связано с книгой. Узнать, чем живет одно из главных СМИ города, газета «Время», поучаствовать в мастер-классах и викторинах, и, конечно, познакомиться с книжными новинками и библиофилам точно запомнится сегодняшний день. Уже сейчас в городской библиотеке свыше 40 тысяч читателей. И благодаря таким встречам их количество еще возрастет. Огромное спасибо всем работникам этой библиотеки, которые поддерживают интерес, увлекают, привлекают наверняка новых читателей, я думаю, вот такими вот какими-то выдумками, своими задумками. Библиотекарь прививает интерес к чтению и самым юным жителям округа. Причем делают это не только в привычном формате знакомства с книгой. На День открытых дверей, например, в гости к ребятам пришел профессиональный музыкант, а детки с удовольствием угадывали строки любимых песен. К нам приходил известный музыкант. Мы угадывали песни, которые он нам загадывал. Моя самая любимая песня «Вместе весело шагать по просторам». Особенным подарком всем пришедшим на День открытых дверей стало знакомство с ценнейшим фондом библиотеки, книгами, которым уже больше ста лет. Самые первые издания в библиотеке появились именно от меценатов, одним из которых был Синицын. Очень много у нас экспонатов, представленных из личной коллекции этого фабриканта. Мы, конечно, гордимся изданием, все знают, журнал «Нива» был, в твердом переплете выпускался. Вот к столетию рождения писателя и поэта нашего есть такое издание. Библиотекари приглашают новых читателей. Стать ими значит получить бонусы в виде посещения занятий и клубов по интересам, завести абонемент в электронном виде и даже бесплатно пользоваться приложением «Литрес». Наталья Медведева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...